То, что я должен сказать. Под таким названием состоялся концерт памяти Александра Вертинского и был открыт новый сезон. Пока здание филармонии находится на реконструкции, концерты проходят в ДК моряков. Впрочем, ансамбль «Легкие люди» с Екатериной Ефремовой во главе песни Вертинского для мурманчан исполняют уже не в первый раз. Наши корреспонденты расскажут подробнее. В этом городе сонном вы вечно мечтали О балах, о пожарах, вереницах карет И о том, как ночами в горящем Версале С мертвым принцем танцуете вы, Менуэль. Александр Вертинский легенды еще до революционной российской эстрады. Артисткина актер, поэт и музыкант. Русский Пьеро в свое время он создал абсолютно новый сценический жанр. Его перепевали множество известных российских музыкантов. От Акуджава и Высоцкого до Макаревича и Гребенщикова. Екатерина Ефремова, вдохновительница мурманского проекта, долго набиралась смелости выйти на сцену с его песнями. Понимала, что как-то можно актерски подступиться к нему, потому что чисто вокальное исполнение. Это, наверное, песня Вертинского, это особый жанр. И вот надо было подкопить какого-то актерского опыта и какого-то видения вообще, как к этому прикоснуться. Потому что, конечно, не цель копировать Александра Вертинского, потому что это невозможно и бессмысленно. А вот как-то так исполнить песню, чтобы незримый его дух здесь появился. Вот такая была задача. Маленький Креольчик и Желтый Ангел, Танго Магнолия и Сумасшедший Шарманчик. В исполнении ансамбля «Легкие люди» прозвучало порядка 15 песен Вертинского. Эту программу они представляли мурманским зрителям уже несколько раз. Катя, она как раз таки, и это была ее идея сделать Вертинского. И так как она прочувствовала все эти песни, так как она действительно очень серьезно занималась его творчеством, читала какие-то источники про Вертинского и вообще прорабатывала эту тему, но, в общем, сам выбор программы и сама программа в том виде, в котором она есть, она воплотилась в таком очень и очень эмоциональном варианте. В Мурманской областной филармонии, несмотря на временные сложности из-за ремонта, запланирован насыщенный творческий сезон. Уже 30 января там выступит мужской хор Вологодской филармонии с программой «Тайна пустой телеграммы для детей» и «Честь имею для взрослых».